День Города 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 Стоит отметить, что новую сеть нужно закольцевать в существующую. Мы используем полиэтиленовые трубы. Две нитки будут. Одна рабочая, одна резервная. Для лучшего водоснабжения жителей данного района. Бригада состоит из семи человек. Также экскаватор, техника, которая здесь присутствует, своими силами, со своими прокладкой водопровода на данный район. Протяженность системы водоснабжения Рязани – 850 километров. Она состоит из труб разных диаметров. Для внутриквартальных сетей водопровода, например, в микрорайоне Кольное, используют трубы диаметром 200 миллиметров. Для магистральных – 600 и более миллиметров. 30 лет назад, 40 лет назад в основном использовались стальные трубы, чугунные раструбные, железобетонные раструбные. Естественно, с учетом большого количества времени эти материалы и использование этих материалов уже устарело. Поэтому на смену этих материалов пришли современные высокотехнологичные материалы на полимерной основе. Технологию применяют уже более 10 лет. Она прекрасно зарекомендовала себя во многих городах России и является лучшей на сегодняшний день. Полиэтиленовые трубы сваривают в стык. Для этого край трубы делают идеально ровным при помощи специальной установки. Затем его обезжиривают и нагревают. Соединение вместе с варкой одного шва занимает у специалистов около часа. Данная технология позволяет сделать этот стык прочным, надежным. И сам стык вместе с варкой, он прочнее, чем тело самой трубы. В селе Новоселки меняют магистральный водопровод. Питьевая вода транспортируется через станцию второго подъема сразу в три района города – Советский, Октябрьский и частично в железнодорожной. Новые современные трубы позволят увеличить межремонтные сроки, сократить расходы на эксплуатацию и обслуживание системы, а значит доставлять горожанам чистую воду каждый день. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский медицинский университет отмечает 75 лет со дня основания. Первым юбилейным мероприятием стала «Зарядка с чемпионом». Она прошла на стадионе «Спартак» и собрала более 4000 студентов. Позитивом зарядилась и наша съемочная группа. Мужская баскетбольная команда. Второе место на российской районной станции студенческого баскетболного года «Зарезание». Первым на стадион вынесли флаг вуза на «Зарядку с чемпионами». Вышли студенты, профессионально занимающиеся спортом. Футбольные, баскетбольные, волейбольные команды. Команда по плаванию, шахматам, боксу, настольному теннису. Мужская и женская сборные по легкой атлетике, аэробике, стрельбе из лука. Более 700 спортсменов. «Мы гордимся тем, что учимся в своем любимом университете. И все-таки выносить хотя бы... Предоставилась нам такая возможность вынести флаг, эмблема РязГМУ, флаг, государственный флаг Российской Федерации. Это просто потрясающее ощущение. И когда ты несешь его в компании такой великолепной команды, как совет обучающийся РязГМУ, это поистине непередаваемое ощущение. Так как мы вуз здорового образа жизни, мы своим примером показываем, что зарядка – это здорово». Зарядка с чемпионом проводится в вузе ежегодно. Возможность приобщиться к здоровому образу жизни есть у всех желающих. Участие принимает и профессорско-преподавательский состав. Более ста человек уже получили значки ГТО. Сдать норматив можно было и в этот раз. «Ректор у нас как посол ГТО в Рязанской области, поэтому очень активно всегда принимает участие во всех наших мероприятиях. Будем надеяться, что другие вузы также будут масштабно проводить такие мероприятия». «Нельзя поставить какой-то ориентир. Некоторые говорят, что должно заниматься 70-80% активной физкультуры в вузе. Нам бы хотелось, чтобы, наверное, в той или иной степени занимались все. Потому что все-таки врач своим примером должен показывать именно культуру, здоровый образ жизни». «Зарядку с чемпионами» провели трехкратный серебряный призер чемпионатов мира Михаил Пуляев, мастер спорта по самбу международного класса Александр Сарайкин и серебряный призер чемпионата Европы под дзюдо Андрей Волков. «Уже третий год приходим. У нас самое хорошее настроение. Заряд позитива. Смотреть на лица какие веселые, добрые. Проведем небольшую зарядку, в большей степени даже разминку. Потом будут там еще титры с инструкторами». Упражнение, которое Андрей Волков показал на зарядке, можно делать дома вместо утренней зарядки. «Выбуд, выпуд, все работаем аккуратненько. И делаем синхрон, мы за вами следим». После спортсменов на сцену вышли фитнес-тренеры, студенты, ставшие участниками спортивной акции, за полчаса получили заряд здоровья и хорошего настроения. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани впервые прошла ночная лига по баскетболу. 25 команд из Рязани, Скопина и Сасова встретились в спортивном центре под мостом. При этом принять участие могли все желающие, независимо от уровня подготовки. Главное условие – собрать команду из четырех человек. На турнире побывала Мария Рудая. Доля секунды и мяч в корзине. Трибуны оживленно кричат, поддерживают свои команды. За пределами стадиона уже темно. Ночная баскетбольная лига в Рязани прошла впервые и очень успешно считают организаторы. Площадкой для состязаний стал центр уличного спорта под мостом, который уже полюбился и спортсменам, и болельщикам. Опытный баскетболист Сергей Савкин на этот раз на поле. Не как участник, он главный судья и один из организаторов. Сергей уверен, ночная лига – это новое слово в развитии баскетбола 3 на 3 в Рязани. Такой формат до этого дня чаще всего проводился в Москве и Санкт-Петербурге. Главный плюс уличного баскетбола в том, что играть может любой желающий. Баскетбол 3 на 3 отличается от классического баскетбола 5 на 5 атакой. В баскетболе есть на атаку 24 секунды, где команды крутят комбинации, много бегают, а в стритболе на атаку в два раза меньше, всего лишь 12. Поэтому игра очень скоростная и из-за этого как раз-таки она набирает популярность. То есть в основном все смотрят атаку. Потому что в баскетболе 3 на 3 практически каждую секунду происходит какое-то движение на площадке. Динамика действительно невероятная. Матч длится всего 10 минут чистого времени. Игроки выпускали мяч из рук только для того, чтобы передать пас или забить в корзину. Восемь команд сражались за звание лучшей баскетбольной команды Рязани. Владислав Дубровин уже отыграл матч. Его команда Киова оказалась в шаге от финала. К сожалению, нам не хотел одного очка. Вы боялись? Ну, есть немного. Но соперники сильные, так что так получилось. Ириеза Адупа из Уганды тоже играет за команду Киова. Будущий терапевт признается, баскетбол очень любит. У него в стране эта игра пользуется популярностью. Там вообще как здесь. Там вообще все похоже. У нас там лига, у нас 3 на 3 тоже. А как вам рязанские баскетболисты? Ну, они нормальные. Они не грубые, они вообще отлично. На трибунах шумно. У каждого здесь свой фаворит. Зрители подбадривают команды как могут. Атмосфера перед финальной игрой накалилась до предела. С кого болеете? В Бигуди. Они у нас молодые, перспективные. Так что будем за них болеть. Ну, они уже выбыли из игры. А сейчас Малаховка. Особых предпочтений нет. Отдельной личности, которую знаем. А так в целом турнир добротный. Ребята стараются играть. И площадка хорошая. Супер. Это надо продолжать больше и больше. Побольше таких мероприятий. Чтобы молодежь вечером собиралась именно здесь, а не где-то в темноте. Здорово. Организаторам большой респект. Отлично. Я прям переживаю сижу. В финале встретились две команды. Проф. Радиоэлектрон и чемпионы Малаховки. Счет открыли на первых секундах матча. В результате серьезной борьбы вперед вырвались чемпионы Малаховки. Они победили со счетом 20-17. Капитан команды победителей Павел Петрухин связал свою жизнь с игрой более 12 лет назад. Не скрывая эмоций, говорит, баскетбол – это жизнь. Если сказать по поводу игры, была очень сложная игра. В группе мы, в принципе, легче играли. Но это был финал. Понятное дело, что их команда собралась. Но и их основной снайпер Дмитрий Князев попал. Турнир отлично сделали. Народа, как вы видите, было много. Команды все сильные. Стритбол сейчас в Рязани очень сильно развивается и имеет положительную динамику. Поэтому у меня только положительные эмоции об этом. И все, что я могу сказать, это спасибо организаторам. И лесопарку в том числе за такой турнир. Выходишь и должен побеждать в каждой игре. Не важно, какая игра. Хорошо отыграли. В принципе, в финале только ног забуксовали. Дали забить легких мячей парню. Но так, в принципе, отыграли, как смогли. Поэтому получилось, что получилось, что получилось. 20-17. Как вы считаете, это счет достойный? Да, счет достойный для финала. Я думаю, очень много было красивых забитых мячей. Несмотря на то, что команда «Профрадиоэлектрон» заняла почетное второе место в ночной баскетбольной лиге, игру ребятам показали более чем достойную. Дмитрий Князев в финале забил 12 мячей из 17-ти. Очень понравилось. Красавчик. Вообще, я думаю, вылупились по максимуму. И объяснить эмоции зашкаливают. Старались. Соревнования закончились, дав новый виток развитию баскетбола 3х3 в Рязани. Все больше людей приходят на стадион и почувствовать, как стук мяча покрытия соединяется с биением сердца. После чего начинается игра. Мария Рудая, Станислав Кадряшов. Телекомпания «Город». Русалка на ветвях. Остров Буяны. 33 богатыря. Изображение любимых персонажей теперь можно увидеть в сквере Дворца детского творчества. Рязанские художники нанесли их на стены вентильной станции. На месте побывал Валерий Седов. На этой стене у нас, соответственно, остров Буян с кораблем, на котором пребывают купцы. Здесь у нас будут богатыри. Здесь у нас будет белка. Александр Соловьев рассказал, что в большинстве своем на этих стенах появятся персонажи из Руслана и Людмила Пушкина. А точнее, его вступление. Здесь будет русалка на ветвях, здесь кот ученый. Кстати, его силуэт можно увидеть под слоем граффити. Сейчас героям предстоит родиться заново на кирпичных стенах старой вентильной. В этом Александру помогают ученицы из художественной школы. Мариса, его дочь, собрала инициативную группу. Говорит, что сделать это оказалось просто. Все отреагировали положительно. Все захотели прийти. Оказалось, это была давнишняя мечта не только меня, но и всех остальных девчонок. То есть порисовать на стене удается не каждый день. В росписи первой стены принимали участие 8 человек. Сейчас их всего четверо. У многих не получилось принять участие из-за начала нового учебного года. Остальные находят свободное время и приходят сюда уже во второй раз. Это же все-таки творчество. И никто не обязывает тебя сюда приходить. Ты выбираешь это сам. И ты просто можешь не ходить, но ты ходишь, потому что тебе хочется. Ты идешь и думаешь, что я сделаю лучше. То, что будут ходить дети, они будут радоваться. Им это будет нравиться. В инициативной группе всегда появляются новые участники. Например, Павел. Ему всего 8 лет. Он занимается грунтовкой третьей стены. Готовит ее для будущего рисунка. Мне хочется сделать это место красивее. Так красиво, чтобы сверкало все. Как рассказал Александр, третья стена – это еще эксперимент. Преподаватель хочет увидеть, появится ли на белой поверхности новой граффити. И если да, то как быстро. Например, поверх старых рисунков из сказок Пушкина граффити художники уже нанесли свои работы. По словам преподавателя, это было ожидаемо. В 2012 году у Александра только появилась идея украсить сквер единственного места, где есть памятник великому поэту иллюстрациями из его сказок. Тогда инициативная группа состояла из студентов. Рисовали они также в свободное время. Время идет. Мы понимали с самого начала, что это такой проект бесконечный. Потому что и погода, и, собственно говоря, другие факторы влияют на эти изображения. Поэтому то, что мы сейчас делаем, это заново наносим новые сюжеты из сказок Пушкина. Ну и планируем это делать и в дальнейшем. Спустя несколько лет изменился и стиль рисунка, и сами художники. Постоянное только одно – главная цель. Александр вместе с ребятами хочет сделать город красивым, чтобы вместо неизвестных надписей на стенах сияли иллюстрации известных художественных произведений. Закончить свентельные художники планируют до начала сезона дождей. А после этого инициативная группа нацелилась на другие здания в Верхнем парке. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. В тестовом режиме запущен новый фонтан перед зданием бывшего планетария. На его создание потратили 15 миллионов рублей. Официальное открытие должно состояться в этом году. Пока же создатели проверяют работу звука и света. Напомним, что музыкальный фонтан включает в себя около 130 динамических струй и 5 режимов работы. Музыкальный имеет 15 мелодий, статический и два динамических режима с быстрой и медленной сменой струй. А также детский игровой режим, который предусматривает низкие струи с плавным изменением высоты. Стоит отметить, что фонтан сможет создавать 8 контров водных фигур. Высота водной картины будет подниматься от 1,5 до 12 метров. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках 2 часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова